В ТОП 500 лучших школ России представлены все регионы страны. В основу отбора положено два главных критерия. Успешность сдачи ЕГЭ выпускниками, а также количество призеров и победителей Олимпиад за последние три года. Объективность оценки вряд ли можно оспаривать. Информация по каждой школе аккумулируется в федеральной базе данных. В ТОП 500 лучших учебных заведений вошли четыре тверские школы. При составлении рейтинга эксперты учитывали развитие таланта школьников, условия обучения и доступность образования, а также уровень подготовки выпускников к единому государственному экзамену и всероссийским и региональным Олимпиадам. Теперь образовательные программы будут составляться на основе опыта тех учебных заведений, которые вошли в ТОП 500 лучших школ страны. В 44-й гимназии особый упор делается на углубленное изучение гуманитарных предметов. Выпускники показывают высокие результаты при сдаче ЕГЭ. 2013 год не стал исключением. У нас 74 выпускника было. Свыше 80 баллов набрали 64 выпускника. Они показали 101 результат такой. Свыше 80 баллов. Свыше 90 баллов 29 человек набрали результаты на едином государственном экзамене. И 4 выпускника набрали 100 баллов. В 44-й гимназии педагоги, составляя учебный план, отталкиваются от потребностей самих учеников. С 10-го класса каждый учащийся может выбрать три профильных предмета для углубленного изучения. Это особенно важно при поступлении в ВУЗ. Гимназия предоставляет возможность ученикам реализовать себя во всех сферах. Это и сфера предметных умений, то есть это и олимпиады, и в целом качество обучения, которое мы показываем здесь. Это и сфера воспитательной работы, то есть это возможность поучаствовать в самых различных мероприятиях школы, района, города, всероссийских мероприятиях. В Твери 51 образовательное учреждение. В Москве их более полутора тысяч. Не менее школ и в Санкт-Петербурге. Быть среди лидеров российского образования весьма почетно, говорит директор гимназии номер 8 Елена Воронова. Однако приоритеты совсем другие. Главное это не попасть в список, а дать ученикам достойные знания и хорошо подготовить к поступлению в ВУЗ. Они продолжают обучение в Москве и Санкт-Петербурге. Естественно, это самые престижные ВУЗы нашей страны. Это МГУ, это МФТИ имени Баумана. Поэтому мы есть и МГИМО. И очень отрадно, что наши дети поступают туда еще будущие учениками, не поступают, а претендуют на поступление. Сами школьники гордятся своими учебными заведениями. Им приходится тратить немало времени на углубленное изучение предметов. Однако результат того стоит. Мне нравятся естественные науки. Я люблю математику. Очень интересно учиться в нашей гимназии. Мне нравится больше всего русский, литература, английский. Учиться мне нравится в школе. Мне очень нравится русский язык и также немецкий. Я думаю связать свою жизнь потом с языками. Учиться сложно. Я перешел в седьмой класс и математика разделилась на алгебру и геометрию. Здесь есть форма, определенные правила. Все очень строго. И здесь не учатся разные люди, которые не способны на учебу. Среди лидеров российского образования многопрофильная 12-я гимназия, где обучение, воспитание и развитие учащихся ведется с учетом их потребностей. А также школа номер 17 с углубленным изучением математики. Министерство образования настаивает, чтобы главы субъектов наградили директоров лучших школ.